Я никаких надежд не возлагаю. Я рассматриваю вот эту идею про крымскую платформу чисто как пиар-акцию, как желание Зеленского заявить, что он что-то делает для возвращения Крыма. Ну какая крымская платформа, в которой не участвует Россия? При этом никто ведь не сомневается в том, что Россия полностью на сегодня контролирует Крым. Или скажем сильнее, что Россия аннексировала Крым. Это факт. Поэтому не вести переговоров с Россией и создавать платформу без России, это по меньшей мере смешно. Я, например, убежден, что в августе, когда назначено первое собрание Крымской платформы, лидеров крупных серьезных государств там не будет. Не приедет, конечно, Байден, в лучшем случае, может, посол США там сходит на эту встречу. Но я допускаю, что первые руководители таких стран, как Латвия, Литва, Эстония могут приехать. Может быть, даже Польша. Но это максимум. Потому что никто из серьезных лидеров серьезных государств не захочет выглядеть в странном положении, обсуждать вопрос, где не с кем обсуждать. От кого будет требовать Украина вернуть Крым? От Латвии с Эстонии, что ли? Без России это бесполезно обсуждать. А с Россией это не получается обсуждать. Потому что Россия, как известно, Крым аннексировала, считает его своей территорией. Поэтому вот это отвлечение внимания и пиар в этом направлении, они не только не помогут Зеленскому, они нанесут вред ему и репутации. Особенно после того, как пройдет 30-е годовщина независимости. И вот эти названные, считанные люди посидят на этой платформе и абсолютно ничего не решат. Видите, если говорить серьезно по состоянию на сегодня, есть один способ вернуть Крым. Это победа в войне против России. Но Запад уже неоднократно заявлял, что вести ради Крыма ядерную войну он не готов.